Алло, Игнатий. Так, вот эту отпусти, она сильно меня освещает. Шторочку. Вот, тогда у меня лучше видать будет. О, так. Так, что случилось? Так, ну что, Игнатий, я сейчас только что приехал, я вам перевел деньги, 141. Так, сейчас Виктор у меня пойдет и как раз освободился. Одно к одному. И он сейчас, сегодня отсылает книги. Ну, отлично. Запишите, пожалуй, или давайте я вам лучше эти цифры. Вы там мне, под это, в скайпе, скиньте номера. Ага, хорошо. Хорошо, я прямо сейчас сделаю. Игнатий, у меня к вам еще два таких вопроса. Как вы сказали, в отношении этого крещения меня крестить должен священник? Да, конечно. Священник, но не поп или не дьякл? А поп, это и есть священник, по-славянски. А, все, я понял. А дьякон, он, дьякон тоже мог бы крестить, но православие не принято, пока есть священник. Если во всей нигде не будет, их всех постреляли, тогда может даже мирянин крестить. Но в этом сегодня неправда, потому что тысячи священников. Вот у нас из Германии прилетали и тут целым семейством крестились. Из Германии. Это не расстояние сегодня. Да, но это стоит денег. Я не могу себе позволить. Да нет, я знаю, что вы не можете. Я просто говорю, отвечая на ваш вопрос. Ага. И еще, я хочу спросить, вот это само крещение, это делается бесплатно или это нужно что-то чисто символическое? Вот главный вопрос. Значит, для крещения нужно три условия. Первое, человека научить, чтобы он понял, что за него умер Христос, пролил свою причистую кровь. Вот, ответить, веришь, и ты веру во единого Бога Отца Вседержителя, символ просчитать наизусть. Второе, троекратное полное погружение руками священника. И третье, бесплатно. Сегодня все три условия в церкви нарушаются. И поэтому просто нельзя не ожидать великой кары Божьей за то, что творится сегодня. За церковь Бог будет выжигать землю всю. Это так было с Этраилем. Ну, хорошо, это, понимаете, заплачу им, ничего страшного. Но мне бы самое главное, чтобы это все было действительно сделано. Нет, ты соглашаешься, Андрей. Слушай внимательно. Если только он скажет деньги, скажет все, до свидания, никак. А не так, что я покрещу, но потом как-то никак. Ты десятиду не платил? Ну, вот теперь десятую часть заработка заплати ему. Скажи, это десятина, к окрещению не относится. Она святая десятина. Закрещение, если будет требовать, уйди от него, как от волка. Ага. Это просто как, типа, как бы лучше всего, если он скажет, например, платить ничего не надо, я лучше к нему пойду и ему десятину свою заплачу. Ты объясни, ты можешь даже заранее прийти и заплатить. Скажи, я десятину плачу, я как оглашенный сейчас, мне надо покреститься. Но за крещение, скажи, копейки давать нельзя. Так, я хотел сказать, вы вот высылаете, я там, 5 евро как бы были лишние, я положил вам книгу, к истину православию добавил. Этой книге я 40 лет в материал собирался. Этой книге равных нет, они диссертации защищают. Там все, окрещение, табакокурение, обрадобритие, чтобы бороду не прикасался больше. Ну вот, на счет этого я не знаю, вы понимаете, у меня... Ну хорошо, вот, видите, подойди рядом. Посмотри, посмотри, из Германии, посмотри. Ну подойди, ну, видите, подойди быстренько, посмотри, это учитель в деревне у нас. Сядь рядом, чтобы Андрей тебя увидел. Посмотри, ну какая у него бороденка-то. И никто не трогает. Нельзя. С 94-го года в армии служил. В армии служил, в армии, представь себе. Ну смеялись там и все. Я еще подумаю над этим. Не думай, думать не надо, уже обдумали святые отцы. Когда у Давыда, у Давыда царя, был друг там на Ас, аммонитский царь, и умер. И он тогда составил делегацию и послал к нему. А он-то молодой сынок-то был, ему говорят, они пришли не зря, они их высмотрят. Они шпионы. И он взял им полбороды и обрил. А Давыд, когда узнал, вот так вот такие. Их не запустил в Иерусалим, идите в проклятый город Иерихон, пока не отрастут бороды. Они, наверное, каждый день мерили, выросли или нет с этой половинкой. И написано, они были очень обесчищены. А когда у Иакова дочку изнасиловали, написано, только обесчищена была. То есть это хуже изнасилования. А мы идем в небесный Иерусалим. Тут очень просто. Много вариантностей нету. Всего только один вариант. Я иду в небесный Иерусалим. Я православный. Все иконы, посмотри, бритых нету. Христос с бородой, это образец. Апостол с бородами. Пророки все с бородами. Даже баптисты рисуют с бородами. Ну, это баптисты и пятидесянки. В общем так, выкинь это все. Андрюша, маленькая просьба будет. Попробуй это, чтобы никогда не расстегивать верхнюю пуговку. Попробуй это. Застегнись. Покажи. Ну-ка. О! А это масоны сделали. И у тебя галстук или расстегнутый. А просто застегнутый, как в армии. У них не положено это. Это форма масонов. Но я галстук не ношу. Я его редко не ношу. Поэтому без галстука это должно быть вот оно. Видишь, как застегнутый. Я застегнулся в армии. 60 лет назад. И все еще не расстегиваюсь. Это показывает, что ты собранный. Ты не расхлюпанный, куда попала. Я и так собранный. Просто мне вот, например, не смол. Мне нравится. Еще нет, ты не умрешь. Когда тебя поведут на казнь, ты только будешь вспоминать, какая была свобода, как ты воздухом дышал. Так, все, отошел, да? Стоп, стоп. Я же хотел еще два маленьких вопросика. Давай. Почему на иконах вот так вот делают? Это благословляюще для священников. Маленько не так. Там как бы две буквы И и Х. Иисус Христос. Это так придумали священники. Этого нет. Вначале первые христиане крестились одним перстом. Одним. Вот, посмотри на меня. Да. Один. Это Ян Златоуст пишет. Потом, когда Ария стал говорить против Троицы, христиане сделали три. Вот видите, три перста. Да. Но когда стали говорить во христе одно естество, два. И вот когда князь Владимир брал, у греков было и такое, и такое. Но они приняли вот так. Но потом в большинстве оказалось это. И Никон перевел к этому. Трои персты. Да. Но те пальцы прижать надо два, не отопыривать. А вот это, вот это, знак сатаны. Знаю, знаю. Это не надо так. Ну, когда мы разговариваем и пальцы сожмешь, это бессмысленно. Нельзя бояться пальцев. Это не в пальцах дело-то. Дело в том, что существует определенный знак. Вот, допустим, я руку вот так вот скинул. Вы поняли, что это такое? Да. Хайль. Да. Все. А если я перекрестился вот так вот, это означает, что? А если я стою, на колене останется, ты сразу поймешь, что мусульманин. Это определенно. Это внутренний мой настрой показывать. Я защищен крестом животворящим, на котором распят мой спаситель. Ага. И еще у меня такой вопрос. Вот у нас тут раздают паспорта. И в паспорте, в паспорте делал чип. И мне пришлось его взять. Я когда его получал, я очень спрашивал, что это такое. Они не показали, что он там с правой стороны. Он не там, где фотограф, а с правой стороны этот чип. И я спрашиваю, что это такое. Они мне не объяснили, что этим паспортом я могу, например, подписывать какие-то документы. Например, оплачивать там электроэнергию, тепло, все такое. Но я понимаю, что это уже первые такие намечки, первые шаги. Понимаете, о чем я? Я это понимаю. Я прекрасно понимаю, что может быть следующее поколение, через лет 10, 15, 20, когда уже будут новые паспорта у нас сделать, может быть уже будет совершенно другое. А их надо не брать. Вот вы когда, я скинул данные, наш форум, на форум зайдите, и там поисковик справа, внизу, прямо по линии, под храмом, и зарядите чип, и нэнэн, и вы найдете там огромный материал, что говорят святые отцы. А я дальше даю общий ответ. Это не печать Антихриста. Но, как вы сказали, это правильно, это шаги туда. Если ты можешь не принимать, не принимай. А у нас, я говорю, а если я не буду его брать? Понимаете, это от вас зависит. Но не рабщие тогда. Не рабщие. Вот я посмотрел, а у меня ИНН, мне присвоенное. А я даже не знал, совершенно не знаю. Им легко так считать. На меня это не касается. Не пойду я бунтовать. Но у меня было однажды, ректор меня, как разговаривали, он говорит, а сколько получаете? Они меня по ставке профессора проводили. Да еще с какими-то накрутками. Я 17 лет не получал. Он даже страшно удивился. Сразу написал. Ну, представьте, 17 лет, и по такой ставке, это громадная сумма. Я пошел, все, выписали деньги, но ИНН надо. Я говорю, у меня нету, возьмите. И я отошел, и не получил. 17 лет у меня, но я делал для Бога это, для Бога. Я бы, если подал в суд, я бы выиграл его сегодня. Ну, я же не для этого пришел. Так что это... Вот у нас в Москве есть только один храм, который не принял ИНН. Это на Бресеневке от храма Христа Спасителя 200 метров. Когда будете в Москве, зайдите туда, Кирилл Сахаров, игумен. Он член Союза Писателей. А он один, кто не принял. И он звонит, что делать? Прямо уже все, закрывает храм. Я говорю, ну, упрись до конца. Там и патриарх, Кирилл бывает. И так он не принял по сегодняшний день. И еще у меня такой вопрос. Если я, например, буду обзванивать вот эти вот православные церкви, если, например, я буду тянуть туда к ним, то тогда все-таки придется, если что, в Москву тогда приехать, да? И там принять. На Москве-то вы еще найдете? Нет. Нет, подождите, так маленько подождать надо. Вы поищите все-таки. Я думаю, что... Вот у меня некоторые просили. Я говорю, далеко ехать-то? Ну, далеко, прямо с Эстонией. И они начали искать. И каждый нашел. Один поехал на Афон, Грецию. И там монахи вышли, говорю, там они все кельи, там сколько, как родного брата, трижды в море его погрузили. Другой там нашел священника. Нашел за деньги. Он спрашивает, что делать? Я говорю, откажись, как от волка. И он от него отошел. Ну, нашел, который без денег согласился. Ну, я... А ты-то ему десять раз больше дашь. Но ему напомни, это святая десятина. Ты получаешь тысячу евро. Сто тебе не принадлежат. Они изначально Богом приложены к твоим девятисотам. Ну, хорошо, у меня еще вот такой вопрос. Ну, я сейчас, например, безработный, получаю безработные деньги. Я от них без проблем могу дать эту десятину, все нормально. У меня вопрос по плану. Если у меня получится с моими проектами, и я, например, как я начну неплохо зарабатывать. Вот эту десятину я что хочу сделать? Я хочу сделать, чтобы зарегистрировать фонд. И вот эту десятину перекидывать на этот фонд. Все, дальше не надо, не надо. Вы должны отдать десятину священнику. А вот вторую десятину теперь отправляйте на детский фонд. Я не хочу на детский фонд отправлять. Я хочу сам, сам эти номеры, чтобы видеть, куда они идут. Ну, ладно. Мысль хорошая. Но если я вам сейчас скажу, глядя на вас, что вам этого не сделать никогда. Вы не огорчайтесь. Вам не сделать. Почему? Я не знаю, но я только смотрю на вас и думаю, ему не сделать. Я не знаю, почему у меня мысль такая. И вы не огорчайтесь. Я бы хотел сегодня, сейчас я сделался миллионером. Вот я, миллионер. У меня миллион евро. Что бы я сделал? Первым делом я купил комбайн и трактор нашему фермеру. Без слез нельзя смотреть, на чем он работает. Как хлеб убирает. Ломается. Он из-под него не вылазит, он умирает под ним. Второе, провел бы дорогу. Учителям повысил бы раз в четыре оклад. Ну и построил бы дома, там и люди были бы. Но у меня нет денег, нет. Я не огорчаюсь. Поэтому глиняные мазанки, замазанные, это детский лагерь. Вот у меня комната, я не могу показать. Она вся разбита. Даже, видать, стороны, видите, этажи. Ну посмотрите, вот где я сижу, и вон сбоку-то, вон. Да, да, да. Вот это круто. И еще у меня такой вопрос. Даже если я, например, просто найду обычную работу и пойду работать. С ВВЦ-то десятина. Я хочу здесь, буду платить обычные налоги, какие здесь полагаются. И то, что я буду получать на руки, это получается 10% я должен отдавать церкви. А оно тебе не принадлежало, это Бог приложил. Ты заработал 90, а он положил сверху Бог 10, это его деньги. А когда ты не берешь, он не написано, не отдал, говорит, а своровал у меня. Вы обкрадывайте меня, Бог говорит. Я просто, я жизнь свою заканчиваю, вот послезавтра мне будет 76 лет. Я скажу, 54 года назад, 54 года назад, я услышал о десятине. А это не православные говорили там. Я решил себе, я буду платить 9 десятин. 100 заработаю и 90 отдам. И 50, уже 4 года так прожил. И у меня все есть. Находятся люди добрые, покупают за меня, интернет платят. Вот купил, тут брат, один компьютер мне. Я не просил, это Бог знает, что я для Бога. Я ни разу голодный не был. Книги издать, это я несколько миллионов имел. А у меня 6 тысяч, там, 275 рублей. Ну, 120 евро. И я живу. И каждый, кто не познакомился, говорит, как это можно так жить. А мне нужды нет. Я всегда веселый и радостный. Я Богу доверился. Это, это, я не против позиции. Я просто хочу спросить, кому и как правильно платить это. Ну, знаете, дело покажет. Вы сейчас ничего не загадывайте. Просто, Господи, я хочу работать, у меня руки, ноги есть. Да будет воля твоя святая. А десятину ты не будешь платить, ты будешь разгромлен Богом. Он все отнимет. Тебя крысы пожрут. Тебя разбойники будут с дороги поджидать. Это Бог говорит, Малахия, 2 глава. Пророк Малахия. Последний пророк перед пришествием Христа. Проклятием вы прокляты. Что вы, весь народ, обкрадываете меня. А священник говорит, а чем мы обкрадываем? Господь говорит, десятиной и приношением. Принесите все десятины в Храм Божий. Я открою небо и пролью на вас милости мои, как дождем утоплю. Золотой дождь будет сыпаться на вас. Бог сказал. Так у меня не сыпется. А вы не знаете. Сыпется. И откуда, что приходит, знать не знаю. Это значит, получается, что эту десятину я должен платить церковь. Да, одну десятину отдаешь священнику. Одну. Если желаешь. Тавита, 1 глава, 8 стих. Вторую десятину ты можешь жертвовать на нищих, сирот, доб, одиноких. Третья на устройство храма и как-то. Он говорит, я платил три десятины. Я встретил одного, он не баптист, но там сектант какой-то тоже. У него девять ребятишек. И жена, наверное, с десятым ходит уже, пузатая. Он как бы пресс-фитер. Но для нас он никто. Но он хороший человек. И он говорит, это первый я встретил. Он говорит, я всегда плачу пять десятин. И он никто. Для меня он просто сектант. А я смотрю на него с благоговением. Это Бог так расположил. А он, главное, идет на склад, повел книги дать-то. А потом и говорит. Я долго молился, чтобы Бог показал хоть раз живого пророка. Я, говорит, увидел. Он на меня говорит. Я говорю, какой у тебя пророк? Один порок. Вот он не расположен. И пока мы шли, я посчитал там 17 шагов. И он когда прошел туда, где склад-то, на сколько нужно дать-то? Ну, дать, допустим, центр. На центр-то. И он вот так обернулся на меня. И как бы я смотрю на него, он другой человек. А вам сколько надо? Я говорю, я сказал вам. Он вот так провел по этажам. Берите, сколько вам надо. Хоть КамАЗ, хоть корабль. И мы у него ночевали. Звать его Игорь. Понимаете? Он не православный. Но мы уже сели за стол, когда, и он стоял и крестился. Вот и все. Он уже в душе православнее другого может быть. Он весь расположился. Я ему книги, конечно, подарил свои. А в чем разница между католичеством и православным? Вы эту разницу пока не ищите. Главное, чего мы не можем от католиков принять, это называется примат папства. Что папа над всеми главный. Это вы не. Вот только одно. А остальное, вот это нет. Все бриты, это я никак не приму. И крестят, как попало. В причастии дают только обладку. Крови Христовой не дают. Это все нарушение. Но они церковь. А вот я называю католики, православные. Григория Нормяны, копты и сирийцы. Вот где сохранено священство от апостольских. Это церковь. Баптисты, лютерани, это не церковь. Это самая измышленная организация религиозная. Они хорошие, они добрые. Но они не церковь, потому что нет священства. Бог так установил. Но все-таки я думаю, что это правильный путь. Или право православие. Это правильно. Ну, право-то право. Православие говорит, это истина есть. Только служитель у нее не истинный. Они, что попало, все за деньги. И мы должны согласиться. Вот мне говорят, ну, сектанты со мной знакомы. Вы все понимаете. Как вы можете там находиться, где все нарушение? Все нарушено. Я говорю, это церковь. Я работаю, я вижу, священники пробуждаются. Купели строят. Новые люди приходят. Начинают проповедовать. Патриарх издал Евангелие, бесплатно раздают. Это вообще никогда не было. А я ему писал и писал, и патриарху и всем. Я в церкви, на корабле Божьем. А там одна доска. Там нет ничего. Я знаю, я знаю, что вот этот патриарх Кирилл, это все от вот этого. Но, однако, я за него молюсь, и он благодат. И я подойду под благословение к нему. А к сектанту я не могу подойти. Я вот увидел католика, католика. Я подошел к священнику, это ксенс называется. Я подошел и попросил благословения у католика. Почему? Он благословенный. Потому что он имеет рукоположение от апостольских времен. А к баптисту я не подойду, он и не знает, что со мной делать. А этот руку положил на меня, благословил. Он благословенный. Вы только что говорю, потом обдумывайте. Не спешите противоречить. А они от апостола Петра, а мы от Андрея, это родные братья. Ну да, но он же служит вот этому товарищу, понимаете? Если так-то разобраться, в таком обыденном-то, то каждый служит такой. Понятно? Я просто скажу, что ты бритый-то, ты служишь миру, мирской, по стихии мира. И все, и заглох, мой Андрюша. Да, да. Ну да. Десятину не платил сколько лет, ты вор. Я сварю, говорю, разговариваю. И ты скажешь, да, да, так вот тебе и на. Тоже верно. Ну все, давай расстаемся. И еще у меня был вопрос. Это все, это все, вот сейчас вот, цифры я вам сейчас брошу сейчас. Так. Вот сейчас внизу. И еще хочу спросить, вы когда получите, вы мне отпишите, что вы получили? Хорошо, сегодня? Если успею, только потому что я получу и сразу уезжаю. Я, может быть, даже домой не зайду. Я уезжаю. Если завтра на утром у меня придет, я получу. Не придет, уже я его не получу. Да, но дело в том, что они пропадут, если вы не получите. Надо что-то делать будет. Может быть, утром меня завезут и еще тут остаемся. Пропадут. Я спросил их сегодня, только я получал деньги по Вестерну и Ньюину. Пропадают? Они говорят, нет, 4 месяца вас подождут. А ваше такое, а здесь-то другое. Я буду получать по своему правилу, а не по ихному. Не знаю. Ну что самое главное, чтобы они не потерялись. Ну в общем так, ладно. Дальше я ничего не скажу. Это повтор начался. Мы буксуем. Что еще? Хорошо. Так, еще что. А, в отношении девушки. Если я встречу девушку, она будет, например, вообще неправославной. Или там православная, она не крещенная. И что ты будешь с ней делать? То бишь ее нужно брать в православие. Только православной бери. Вот зайдешь, когда на наш YouTube, и ты посмотришь, какие у нас. И когда ты глянешь, и ты скажешь, вот это чистота, порядок, какие они красивые. И у нас приезжали американцы тут, и с ними директор библейского общества. И они прямо не наглядятся. Какие у вас женщины красивые. Я говорю, это платье красивое. А они такие же морщинистые. Мужчина, вот видите, я старый, а у меня ни морщин, ничего нет. Почему? Потому что обо мне все это скрывает. Посмотрите, какой Менделеев, Достоевский сидят, там Лев Толстой. Ну посмотрите, давно ли это было? Ленинский. Да, 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 я все помню. Я все, как я все помню. Вы не можете, я вот заходил на ваш сайт, вот эти вот YouTube смотрел ролики. Но я там девушек не видел. В YouTube любое, знаете, собрание, найдите где, занятия, и вы увидите их всех. У нас все по форме одеты. Я вам который скинул сегодня, и вы только зарядите, и зайдите по порядку смотрите. Я сейчас буду выставлять вот этот ролик. Еще и этот добавлю. Вы когда, да, вот это мой последний вопрос. Вы когда этот ролик выставите, вы мне сбросьте, пожалуйста, ссылочку напрямую, чтобы я мог напрямую на него зайти. Вот вы на него когда зайдете, одну минуту прослушаете, одну минуту, а там выплывет моя фотография, прямо на экране. Ты в нее ткнись сразу на нашем форуме, на этом, на YouTube, на канале. Отлично, вы тогда меня спросите вот эту ссылочку. Ну хорошо. Обязательно, спасибо. Так, вы что, слышали один раз, другой раз, когда сюда придете, постарайтесь быть с бородой и застегнуты. Я не люблю, когда люди мимо ушей пропускают. У меня времени нет, и я на вас время. Вот так, больше не расстегивайся. Все, с Богом. С Богом, удачи. С Богом, удачи.